На прошлом уроке мы с вами познакомились с такой физической величиной, как мощность, то есть величина, которая характеризует, насколько быстро выполняется механическая работа. И решили простейшие задачи. Сегодня идем дальше, решаем более сложные задачи. Оба урока мы сегодняшних посвятим решению задачи. Тема задачи на вычисление мощности. Точка. Задача на вычисление мощности. Домашнее задание. На четверг. По Пёрышкину. Сделать упражнение номер, упражнение номер 29. На странице. 135. Номера. 1, 2, 4. По Кирику. Для седьмого класса. Сделать задачи номер 2 и 6 высокого уровня. Они находятся на странице. 82, 83. И чтобы вы не расслаблялись, подготовиться. К самостоятельной работе мощности. Как и в прошлый раз, работа рассчитана на 25 минут. Будет две задачи. Примерно такого же уровня сложности, как вы делали на прошлой самостоятельной. Неплохо справились. Будем надеяться, что и сейчас результат будет хороший. Ну а теперь давайте начнем с задачи из задачника Морон. Морон. Задача номер 14. Страница 73. Сейчас мы выведем эту задачу на экран. Она, как всегда, будет в нижней части экрана, а вверху мы будем решать ее. Итак, во время тяжелой физической работы сердце сокращается до 150 раз в минуту. При каждом сокращении сердце совершает работу, равную 2 джоулям. Определите мощность, развиваемую сердцем. Сердце – насос. Оно качает кровь по нашему организму. И при этом приходится выполнять определенную работу. И вот, когда мы, допустим, бежим вверх по лестнице или быстро едем на велосипеде, то за минуту сердце сокращается 150 раз. Ну давайте напишем. Количество сокращений N, малое, 150. А время, за которое происходили сокращения – 1 минута. Еще известно, что для совершения одного сокращения сердцу приходится совершать работу 2 джоуля. Давайте эту работу обозначим А1. За одно сокращение нам необходимо найти мощность, развиваемую сердечной мышцей. С чего начнем? С рисунка. С рисунка. Ну здесь, наверное, рисунок сложно будет изобразить. Ну представьте себе свое собственное сердце, как вы взбираетесь по лестнице, и оно сильно бьется. И за один удар совершает работу в 2 джоуля. А как найти мощность? Коля. Мощность – это физическая величина, равная отношению работы ко времени ее выполнения. Время у нас за одну минуту. Так. Теперь. А как найти работу? Что мы знаем? Пожалуйста, Саша. Нужно работу за один раз умножить на количество раз. На количество сокращений. А равняется А1 умножить на число сокращений. За вот это время сердце сократилось 150 раз, каждый раз совершая работу в 2 джоуля. Значит, теперь мы подставляем работу в формулу для мощности и получаем n мощность равняется дробь в числителе А1 умножить на число сокращений, делить на время, в течение которого сердце билось. Кстати, если мы число сокращений разделим на время, то мы получим величину, которая называется частота. Частота сердечных сокращений. В медицинских книжках можно прочесть ЧСС, там 75 ударов в минуту, там от 70 до 80 считается нормой. Частота – это отношение числа сокращений ко времени. Но мы отдельно записали число сокращений и время. Можно считать, что это наша рабочая формула? Да. Конечно. Тогда мы ее берем в рамочку и приступаем к вычислениям. Мощность равняется. Работа – 2 джоуля. Число сокращений – 150. Каких единиц? Просто это число, это безразмерная величина разделить на… Что мы здесь запишем? 60 секунд. А джоуль в секунду – что это такое? Это ватт. Значит, ответ будет ватт. 2 на 150. Ну, вот так можно. 1,3. 150 делить на 30 – 5. Равняется 5 ватт. Вопрос. Определите мощность, развиваемую сердцем. Ответ. Пожалуйста, Костя. Мощность, развиваемая сердцем, равна 5 ватт. 5 ватт. Пишем. Ответ. Мощность, запятая, развиваемая сердцем, равна 5 ватт. Мощность, развиваемая сердцем, равна 5 ватт. Так, следующая задача с этой же страницы, номер 3. Следующая задача номер 3, но только это уже более высокого уровня. На какую высоту за 3 секунды сможет подняться по канату спортсмен массой 80 кг, если он при этом развивает мощность 0,8 кВт? На какую высоту за 3 секунды, время 3 секунды, сможет подняться спортсмен массой 80 кг, если он при этом развивает мощность 0,8 кВт? На какую высоту h? Итак, по канату поднимается спортсмен. Тут уже рисунок, я думаю, мы сумеем нарисовать. Вот спортсмен был внизу. Теперь он наверху. Что-то такое. И, ну, давайте следить за уровнем головы спортсмена. Он поднялся на высоту h, которую нам нужно найти. Мы знаем, что ему потребовалось для этого время t, и у него масса m. Кроме того, он при этом развивал мощность 0,8 кВт. Это же даже больше, чем 1 лошадиная сила. Помните, мы говорили о том, что 1 лошадиная сила в ваттах это 736 ватт. Надо сказать, что где-то я читал, что спринтеры на старте, в момент, когда они буквально выстреливают себя со стартовых колодок. Знаете, что такое стартовые колодки? Упоры такие, для того, чтобы не проскальзывали шиповки. В этот момент они развивают мощность до 5 лошадиных сил. Но тут чуть больше 1 лошадиной силы. Значит, с чего начнем? Коля. Формулу мощности записываем. Не стремитесь сразу получить формулу для высоты. Начинаем с того, что мы лучше всего знаем. А мы знаем, что мощность равняется отношению работы к времени, за которое она выполнена. А теперь мы видим, что нам известно время и мощность. Значит, нужно найти работу. Как найти работу? Работа. Пожалуйста, Костя. Работа равна мощности умножить на время. Работа равна мощности умножить на время. Это правильно, но это нам сейчас ничего не даст. Массу умножить на же и умножить на... На? Так, силу, с которой спортсмен... Которую спортсмен прикладывает к канату. Так? А она равна его весу. Значит, а вес мы вычисляем, считая, что спортсмен поднимается равномерно по формуле МЖ. Это сила, которую спортсмен развивает. Надо умножить на расстояние, на которое он переместился. Он переместился на расстояние H. Тогда у нас получается вот такое выражение для мощности. Н равняется. Вместо работы мы пишем МЖ, H, ну и время в знаменателе. Мощность известна, масса и время известны. Осталось отсюда выразить высоту. Это уже алгебра. H равняется. Дробная черта. Подскажите, пожалуйста. Влад. Мощность умножить на С, поделить на МЖ. Мощность умножить на время. Поделить на М. На М. И тут, наверное, еще на Ж, да? На МЖ. Вот наша рабочая формула. Приступаем к вычислениям. H равняется. Дробная черта. Что мы пишем в качестве N? 0,8 на 10 в 3, да? Кило это 10 в 3. Или можно написать сразу 800. 800 ватт. Сейчас, сейчас посмотрим. Время 3 секунды. Не спешите. Лучше писать те единицы, которые даны, а потом уже преобразовывать в джоули. Теперь что у нас дальше? Масса в знаменателе 80 килограмм. И G 10 ньютонов на килограмм. Хорошо. Что у нас получилось? Ньютон остался в знаменателе. Килограмм сократилось. А должны получиться в метрах единицы. Где прячутся метры? Пожалуйста, в ваттах. Ватт это что такое? Это джоуль, деленный на секунду. Значит, вот ватт я заменил на джоуль, деленный на секунду. Ну, секунда тут же сократилась. А теперь мы вспоминаем, что джоуль это единица работы или энергии. Ну, с энергией мы потом еще познакомимся. Это ньютон умноженный на метр. И вот сократится ньютон, ответ останется в метрах. Ну, и нетрудно посчитать, сколько тут будет. Тут 800 и тут 800 сократятся. Останется 3 метра. 3 метра. Формулируем ответ. Вопрос, на какую высоту сможет подняться спортсмен? Ответ. Спортсмен сможет подняться на высоту 3 метра. Спортсмен сможет подняться на высоту 3 метра. Спортсмен сможет подняться на высоту 3 метра. Переходим на следующую страничку того же задачника. Страничка 74. Берем задачу номер 11. Номер 11, страница 74, Марон. Номер 11, страница 74, Марон. Атомный ледокол, развивая среднюю мощность 32 400 киловатт, прошел во льдах 20 километров за 5 часов. Определите среднюю силу сопротивления движению ледокола. Атомный ледокол, развивая мощность 32 400 киловатт, прошел во льдах 20 километров, расстояние S 20 километров за 5 часов. Определите среднюю силу сопротивления движению ледокола F. Давайте сделаем рисунок. Поверхность льда, вот ледокол находился здесь. Кстати, а вы знаете принцип действия ледокола? Почему обычный корабль не может раскалывать лед, а ледокол может? Костя. Потому что он построен такой формой узкой, нос у него такой очень острый и узкий, который раскалывает лед, и за ним могут идти пароходы и спокойно. Совершенно верно. Посмотрите, я не случайно нарисовал такую форму. Видите, ледокол как бы въезжает на лед, а потом своим весом раздавливает лед. Вот тут очень небольшой угол. Значит, ледокол, ну, я не знаю, там, атомный, поэтому дыма из трубы не будет идти. Он прошел известное расстояние. Вот оно. Это расстояние у нас обозначено буквой S. За время T. Известна мощность этого ледокола. Нужно найти силу сопротивления движению ледокола. Сила сопротивления направлена куда? Назад. В противоположную сторону. Ледокол движется вот сюда, а сила сопротивления направлена назад. F. Скажите, пожалуйста, а почему, если сила сопротивления направлена назад, ледокол движется вперед? Если сила сопротивления движется равномерно, значит, кроме силы сопротивления есть еще какая-то сила, которая компенсирует эту силу. Пожалуйста, Никита. Сила тяги. Сила тяги. Винты толкают ледокол вперед. Вот эта сила. Я ее обозначу F-тяги. Какая сила совершает вот эту работу, точнее, развивает вот эту мощность? Сила тяги. Правильно. Но, поскольку, как только что было правильно совершенно сказано, ледокол движется равномерно, следовательно, сила сопротивления, которую надо найти, равна силе тяги. Равна силе тяги. Вот. И как раз мощность этой силы нам дана. Ну, давайте тогда вспомним, что мощность, опять-таки, не будем сразу искать силы, а вспомним, что мощность – это отношение работы. В нашем случае это работа силы тяги. Работа силы тяги делить на время. Работу силы тяги мы можем найти, умножив силу тяги на пройденное расстояние. Силу тяги мы предполагаем, что мы как бы знаем, а расстояние есть у нас в условии задачи. Работа силы тяги равняется F-тяге умножить на S. Но сила тяги равна силе сопротивления. Значит, мы можем продолжить. Равняется F силы сопротивления на S. Кстати, работа силы сопротивления такая же точно, но только отрицательная. Сумма равна нулю. Суммарная работа силы тяги и силы сопротивления равна нулю. Поэтому и будет у нас двигаться равномерно ледокол, не наращивая скорость и не сбрасывая ее. Теперь мы можем это подставить сюда. У нас получится мощность равняется F на S делить на T. Смотрим, что нам известно. Мощность дана. Время дано. Пройденное расстояние дано. Сила неизвестна. Неизвестна. Отсюда ее надо выразить. Выражаем силу. Помогайте. Так, пожалуйста, Артем. Сила равна время, умноженное на мощность и разделенное на расстояние. Точно. Сила равняется мощность, умноженное на время, делить на расстояние. Кстати, а что такое N умножить на T? Это как раз работа. Если мы работу разделим на расстояние, мы получим силу. Все сходится. Приходим к вычислениям. Сила равняется 32 400 киловатт. Давайте напишем так. 32,4. 1000. Это 10 в 3, но еще и киловатт. Значит, 10 в 6. На 10 в 6 ватт. Далее. Время. 5 часов. Как мы запишем? Пожалуйста, Андрей. 5 умноженное на 60 секунд. 5 умноженное на 60 секунд. Это будет 5 минут. На 3600. На 3600. 5 умножить на 60 минут, каждая из которых 60 секунд. То есть на 3600. 5. Ну, давайте напишем так. 3,6 на 10 в 3 секунд. Теперь расстояние 20. Но это километров. А в метрах это будет на 10 в 3 метров. Хорошо. Теперь смотрим единицы. Ватт умножить на секунду. Что это? Это джоуль. А джоуль это ньютон умноженный на метр. Очень хорошо. Значит, ватт умножить на секунду. Мы заменяем на джоуль, который в свою очередь ньютон умноженный на метр. Метры сократятся. Ответ будет в ньютонах. 10 в 3 здесь можно сократить. Равняется. Теперь здесь у нас 32,4 на 5, на 3,6 и на 20. Ну, давайте сразу 5,20 сократим. Будет 32,4 на 3,6 разделить на 4. 3,6 и 4. Да, да, сейчас мы это сделаем. 10 в 6 ньютонов равняется. Так, теперь 3,6 и 4. Это можно что сделать? Это будет 0,9. Это 32,4 умножить на 0,9. А 10 в 6 ньютонов как можно назвать? Мега ньютоны. Мега ньютоны. Ну, тут уже возьмем калькулятор. Тридцать два запятая 4 умножить на 0,9. Мы получаем 29, примерно 29,2. Там 29,16, но нельзя четыре значащих цифры писать. Хотя бы потому, что тут три значащих цифры. Значит, мы пишем приблизительно 29,2. 29,2 миллиона ньютонов. Ответ. Определите среднюю силу сопротивления движению ледокола. Ответ. Кто сформулирует? Таися. Средняя сила сопротивления движению ледокола равна 29,2 миллиона ньютона. Хорошо, пишем. Средняя сила сопротивления движению ледокола. Средняя сила сопротивления движению ледокола – 29,2 миллиона ньютона. Идем дальше. Переходим к другому задачнику. Автор задачника Нинашев. Берем задачу 23,20. 23,20. Номер 23,20. Нинашев. Из колодца глубиной 3,5 метра каждую минуту насос подает 60 литров воды в бак, расположенный на высоте 2,5 метра. Какое минимальное давление создает насос и какую мощность развивает насос? Сразу два вопроса, обратите внимание. Итак, из колодца глубиной 3,5 метра. Нинашев. 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 Одна минута. Нинашев. Подает 60 литров воды в бак. В равняется 60 литров. Расположены на высоте 2,5 метра. Аж малое обозначен 2,5 метра. И два вопроса. Во-первых, какое минимальное давление создает насос? П. Вопросительный знак. И второе, какую мощность он развивает? Н. Вопросительный знак. Давайте сделаем рисунок. Вот колодец. Это земля. Из колодца, как тут написано, глубиной 3,5 метра. То есть вот тут вода у нас. И вот эта глубина 3,5 метра. До уровня воды. Аж большое. Подают в бак. Вот этот бак. Расположенный на высоте h малая. С помощью насоса. Ну, насос, наверное, внизу находится. Насос где-то тут внизу находится. Вот я его шариком таким покажу. И вот идет труба. И он подает воду в бак. Давайте сделаем так, чтобы брызги никакие не летели. Воду прямо вот сюда, в отверстие в баке пропустим. О, и вот уровень воды в баке. Каждую минуту подается объем В за время Т. Какое минимальное давление должен развивать насос? Давление, создаваемое насосом, П. Нужно узнать. И еще насос поднимает воду, совершая работу против силы тяжести. Значит, надо найти мощность этого насоса. Как найти давление, Саша? Давление – это плотность, плотность жидкости улучшить на G в лучшем высоте. Так, давление ты хочешь вычислить по формуле. П равняется плотности жидкости, в нашем случае это вода, на G, на высоту, на которую поднимается жидкость. А, вы сразу увидели, да? H плюс H большое, совершенно верно. Но ведь подождите, ведь это давление жидкости вот тут внизу. А при чем тут давление, создаваемое насосом, Лева? Ну, просто чтобы насос мог поднимать жидкость, он должен преодолеть давление, которое сверху вниз. Конечно, если насос был бы неподвижен, то эта вода вся полилась бы, вернулась обратно в колодец. А насос создает давление, и, допустим, насос создал какое-то небольшое давление, он поднял на такую высоту. Увеличилось давление, развиваемое насосом, на большую высоту. И только если давление будет такое, как гидростатическое давление вот этого столба воды, только после этого вода потечет сюда. А до этого она станет где-то на этом уровне. Знаете, как вот я еще помню времена, когда летом в Одессе вода доходила до второго этажа, а на третьем, где я жил, уже воды не было. А вот только, допустим, вечером или рано утром вода была. Напора не хватало, потому что слишком большое было потребление воды. По тем временам насосы еще были маломощные. Вообще, Одесса и вода – это тема очень отдельного интересного разговора. Теперь, можем мы считать, что это рабочая формула? Да, нашли уже ответ. А теперь, а как найти мощность насоса? Снова вспоминаем, что такое мощность. Мощность – это отношение работы ко времени, за которое эта работа выполнена. Это время нам указано. А в чем состоит работа, совершаемая насосом? Не спешите. Где была вода до того, как насос ее поднял? Вот здесь. А где она оказалась после того, как насос ее поднял? Вот здесь. Значит, насос совершил работу по подъему в течение минуты 60 литров воды на вот эту высоту. Значит, мы можем сказать, что работа равняется весу всей воды, которую поднял насос. То есть, М на Ж, он против силы тяжести поднимал, умножить на H плюс H. Это работа. А мощность получится, если мы эту работу разделим на время. Да, и массу тоже надо не забыть. Правильно, массу, как мы выразим? У нас дан объем. Ро воды умножить на V. Тогда подставляем сюда. У нас получится N. Я вот тут освобожу местечко. Мощность N, которую нужно найти, равняется. М, G, H плюс H малое разделить на T. Вот так. Задача решена или почти решена? Почему почти, я в конце, если не забуду, объясню. Найдем давление. P равняется. Ро 10 в третьей килограммов на метр кубический. На Ж. 10 ньютонов на килограмм. Ну и тут давайте для экономии времени сразу сложим. 3,5 и 2,5. Сколько будет? 6 на 6 метров. Смотрим, какие получатся единицы. Ньютоны остаются, килограммы сокращаются. Кубические метры частично сокращаются, остаются метры квадратные. А что такое метр? Ньютон делить на квадратный метр? Паскаль. Паскаль. Значит, сколько будет тут? 10 на 6. 60. И тут 10 в третьей. 60 на 10 в третьей паскалий. Или 60 килопаскалий. Есть. Мощность. Равняется. Дробная черта. Плотность. 10 в третьей килограммов на метр кубический. Умножаем на объем. А ну-ка, 60 литров. Это сколько кубических метров? 0,06. Ну давайте просто напишем так. 60 на 10 в минус третий метра кубических. Запомните, почему-то часто этого не могут запомнить. 1 литр это 1 тысячная кубического метра. Значит, 60 литров это 60 на 10 минус третий метра кубических. На ускорение свободного падения 10 ньютонов на килограмм. Суммарная высота 66 метров. И время 1 минута. Что мы напишем? 60 секунд. 60 секунд. Проверяем единицы. 10 ньютонов на килограмм. Это не ошибка. Нет. Просто для того, чтобы не было большого количества дробных черт, я сразу, если тут нет суммирования, пишу сюда. Если ошибка, мы ее сейчас найдем, потому что мы сначала проверяем единицы. Если единицы не получаются, тогда ищем ошибку. Килограммы сократятся. Далее. Метры кубические сократятся. Что такое ньютон, умноженный на метр? Это джоуль. А джоуль, деленный на секунду, это ватт. Все получается. Теперь смотрим 10 в третий и 10 в минус третий. Сократится. 60 в числителе, 60 в знаменателе. Сократится, остается 60 ньютон, секунд. Ньютон умножить на метр на секунду, это ватт, равняется 60 ватт. 60 ватт. Вот так. Задача решена. Или, я бы сказал так, почти решена. Дело в том, что эта задача немножечко некорректно поставлена. Почему? Дело в том, что, смотрите, в этом колодце вода была неподвижна. Правда? А когда она движется по трубе, то вот отсюда, на определенной высоте, вода уже движется с определенной скоростью. Поэтому насосу на самом деле нужно выполнить большую работу. И нужно развивать большую, чем 60 ватт мощность. 60 ватт уходит только на то, чтобы воду поднять. Но ему еще ее надо разогнать. Вот. Надо разогнать. А на разгон требуется дополнительная работа. Мы еще не знаем, что такое энергия. Но как раз вот эту энергию нужно сообщить. В девятом классе мы такую же задачу сможем решить уже строго. Поэтому сейчас мы напишем так. Эта мощность минимальная. То есть не менее 60 ватт. Читаем вопрос. Из колодца глубиной 3,5 метра и так далее, и так далее. Какое минимальное давление? Кстати, смотрите, ведь то же самое. Для того, чтобы неподвижную воду заставить двигаться, нужно давление больше, чем вот эти 60 килопаскалей. Потому что воду надо не только удержать, но и разогнать. Поэтому мы пишем так. Ответ. Насос создает давление не менее 60 килопаскалей и развивает мощность не менее 60 ватт. Насос создает давление не менее 60 килопаскалей и развивает мощность не менее 60 ватт. Чтобы решить эту задачу точно, здесь просто не хватает данных. Дело в том, что чтобы решить задачу точно, надо знать диаметр вот этой трубки. Потому что если трубка широкая, вода по ней будет медленно двигаться. А если трубочка узкая, то за это же самое время, чтобы 60 литров прогнать, нужно с большой скоростью, чтобы вода двигалась. Поэтому чем уже трубка, тем больше должны быть давление и мощность. Чем шире труба, тем эти величины должны быть меньше. Это то, что мы с вами рассмотрим на первом уроке. Через пару уроков увидимся вновь. Перерыв. Продолжение следует... Продолжение следует...